8 июня в России отмечают свой профессиональный праздник социальные работники. Сегодня они востребованы как никогда. Накануне праздника наш корреспондент провел день с соцработником Галиной Спиридоновой и оценил все трудности профессии. Сначала в аптеку, потом в магазин. Нужно помнить вкусы каждого. Кому-то хлеб только с отрубями, один любит тепличные огурцы, другому молоко только в пакетах. Между делом нужно забежать на почту, оплатить квитанции. Как говорит соцработник из Твери Галины Спиридонова, тяжело только в первые два месяца, потом втягиваешься. Изначально меньшую нагрузку, потом уже втягиваешься, и те прибавляют бабушек. Все по желанию. У Галины есть свой дом. Семья, мама, дочь студентка и 8-летний сынишка. Но есть и другие дома, где ее уже считают своей. Для Марины Павловны Жужко Галина как дочь. Говорят, тот работник, тот работник. Вы знаете, она ведь не сестра, да? Санитарка, канцелярша. Она же ведь следит за здоровьем мамы, за здоровьем моим. Убирается, готовит еду, следит за одеждой, следит за порядком в доме. Она уборщится. Как за каменной стеной. А это самая главная уверенность в том, что тебя не бросят. Семье Жужко пришлось обратиться в органы соцзащиты два года назад, когда парализовала маму Марины Павловны, 87-летнюю Раниету Ивановну. До этого времени женщина сама ухаживала за свою дочерью, которая является инвалидом детства. Несмотря на недуг, Марина Павловна успешно окончила филологический факультет Тверского государственного университета. Работала в местных изданиях и даже писала сказки. Два сборника вышли в печать тиражом в тысячу экземплярах. В мечтах пенсионерки опубликовать еще две книжки. Они уже полностью готовы. А для соцработника Галины Спиридоновой помощь людям – это не просто работа, а человеческий долг. Кто-то ждет от нее реальных дел, другие – просто человеческого участия, доброго слова, сопереживания в трудную минуту. Ты приходишь 10 часов к людям, они улыбаются, тебя ждут. Ты приходишь 3 часа, сами видите. Ну, приходишь домой, они тоже тебя ждут, улыбаются. Я получаю счастливый человек. В Твери 73 человека оказывают социальные услуги на дому, а их подчиненных – свыше тысячи. За этими цифрами ежедневный труд людей, действительно увлеченных своим делом. Купить и доставить продукты, убраться в доме, приготовить еду, проследить за состоянием здоровья – это лишь малая часть того, что входит в обязанности социального работника. Как говорят сами соцработники, трудности профессии компенсируют осознание того, что они приносят людям радость и дарят душевное тепло. Продолжение следует...